И наступит то время, когда однажды в одно утро один шафар затрубит в Днепропетровске, а другой шафар затрубит в Одессе. И тогда, в это мгновение, когда эти два трубных звука сольются в один, можно будет сказать, что небесный Иерусалим пришел на свою землю. В этом новом Иерусалиме будет два центра, Днепропетровск и Одесса. Днепропетровск – это золотая роза синагога, это самый большой еврейский культурный центр на земном шаре, это самые богатые и влиятельные люди области, это самая большая хаббатская община в постсоветских странах, а может быть и во всей Европе. Одесса – это исторически, культурно и духовно сложившийся еврейский. В случае, если российское правительство вернется к вопросу о том, что российским евреям все-таки нужно передать Крым, то тогда Крым очень логично станет шестой областью Нового Иерусалима. А что говорит цифра 6 в Хаббале? Она говорит, шестерка – это обретение вечного дома. Силовой столицей Нового Иерусалима будет Днепропетровск, а культурной столицей, культурной столицей и туристической столицей этой территории будет Одесса. Не может существовать небесный Иерусалим вместе с плохим климатом. Мало того, это должно быть на берегу моря, потому что между Израилем и Новым Иерусалимом должно быть прямое сообщение по воде. Председатель премьер будет Беньямин Нетаньяху. Как вы знаете, это внук российского раввина, который сейчас премьер-министр Израиля. Ввиду того, что нельзя совмещать должности, после завершения своего срока премьерства он приступит к обязанностям. Вопросы обороны будет решать Авикдор Либерман. Он нынешний соратник Нетаньяху, который после завершения каденции будет ответить вопросами обороны Нового Иерусалима. Кстати, он родился в Тишиневе. Следующее, это спецслужбы и безопасность. Их возглавит Яков Кэдми. Он, конечно, не настолько известен, как Либерман или Нетаньяху. Но, тем не менее, это очень сильный профессионал. Кстати, родившийся в Москве. Министерство внутренних дел возглавит бывший министр внутренних дел Израиля Натан Щеранский. Крепкий профессионал и убежденный сторонник всех сказанных выше идей. Кстати, родившийся в Донецке. Министерство иностранных дел, так называемые вопросы внешних сношений. Их возглавит Виктор Эскин, известный еврейский традиционалист, который будет яростно отстаивать интересы Нового Иерусалима перед тем бы то ни было. Вопросы СМИ, телевещания, культуры возглавит Владимир Соловьев, как успешный телеведущий, телепродюсер, телемагнат. Спикер Совета Благоволителей, это Евгений Сатановский, как один из самых больших специалистов по внутренней и внешней политике Израиля. И юстицию и законность будет курировать известный правозащитник, юрист и политик Татьяна Монтян, которая, как вы знаете, родилась в Крыму и даже в свое время проходила практику в московском уголовном розыске. Давайте подумаем, кто будет против. Возьмем Украину. Кто на Украине будет против этого проекта? Порошенко, Яценюк, Тимошенко, Гройсман, Кличко, Фирташ, Пинчук, Коломойский. Назовите мне, кто на Украине из значимых людей будет против этого проекта? Но голос этих людей не слышен за пределами Украины или имеет не такое уж большое значение. Но давайте посмотрим на соседние страны. С востока на запад. Возьмем Казахстан. Кто из казахстанских миллиардеров будет против этого проекта? Александр Маштевич, Тимур Левин? Сомневаюсь. Давайте возьмем Россию. Может быть президент Путин будет против этого проекта? Может быть премьер Медведев? Может быть Жириновский? Может быть Фридман? Может быть Вексельберг? Может быть Ротенберг? Кто? Покажите, я хочу знать, кто в России будет против этого проекта? Идем дальше. Германия. Ангела Меркель. Представляете, она выходит в Бундестаг на трибуну и говорит, германское правительство считает, что новое поколение евреев не должно жить на Украине. Да сама мысль о том, что она такое могла произнести, ее вгонит в холодный пот и ужас до конца ее политической карьеры. Может быть Алланд будет против? Может быть Тереза Мэй? Может быть Дом Ротшильдов? Может быть Абрамович, живущий в Лондоне, будет против этого проекта? Перенесемся за океан? Дональд Трамп. Да, возможно Дональд Трамп, чья дочка Иванка сейчас пришла в иудаизм и взяла себе имя Яэль. Да, именно Дональд Трамп будет против этого проекта, чей зять известный представитель еврейской династии. Может быть Дом Рокфеллеров? Может быть Федеральный резерв США будет против этого проекта? Может быть магнаты Голливуда, может быть звезды Голливуда будут против этого проекта? Может быть Фейсбук с Марком Цукербергом будет против Небесного Иерусалима, где могут спастись миллионы евреев? Может быть Брин с Гуглом? Покажите мне, мне так же интересно, кто может быть против этого проекта? Проекта. Сара. Три тысячи поколений. Израильский народ шел к своему государству. Отцы еврейской государственности за 70 лет построили мощное, современное и эффективное государство. На Украине мы должны пробежать это расстояние за 10 лет, иначе нас сомнут. Сделаем Небесный Иерусалим великим. Песня. Песня Субтитры сделал DimaTorzok